Меня зовут Забелкина Ольга Икревна, я врач-репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий нашей клиники репродукции генетики NGC. Для начала давайте с вами обсудим показания к программе донорских яйцеклеток. В первую очередь это снижение авариального резерва, которое могло возникнуть вследствие проведенных ранее операций на яичниках или в случае синдрома преждевременного истощения яичников. Второе показание – это возраст пациентки. Третье – это неудачные попытки ЭКО в прошлом от трех и более и генетические заболевания женщины, при которых невозможно в программе ЭКО получить здоровые эмбрионы. Как же оценивается авариальный резерв? Что значит снижение авариального резерва? Существует несколько критериев. Первый – это, конечно, ультразвуковое исследование органов малого таза, которое проводится на второй-третий день менструального цикла. При этом оцениваются размеры яичников и количество фолликулов антральных в каждом яичнике. Если их меньше, чем 3-4, то тогда мы говорим о снижении авариального резерва. Объективными показателями авариального статуса является измерение уровня ФСГ – фолликула стимулирующего гормона и АМГ – антимюллеровского гормона. Измерение также проводится на второй-третий день менструального цикла. И о снижении авариального резерва говорит повышение уровня ФСГ более 10 и снижение антимюллеровского гормона менее 1. Возраст является наиболее важным показателем для использования программы донорских ацитов. И на этом графике вы можете посмотреть частоту наступления беременности и живорождения в программе ЭКО в зависимости от возраста. Вы видите, что верхняя черная график – это процент беременности, далее идет процент живорождения и ниже процент рождения одного ребенка. И вы видите, что по пунктирной линии обозначено 35 лет. То есть 35 лет – это некий рубеж. До 35 лет примерно одинаковая частота наступления беременности и живорождения. И вы видите, что после 35 лет резко снижается процент положительных результатов. После 40 лет он становится уже совсем низкий. И после 45 лет, в принципе, приближается к нулю. Почему же возраст так влияет на наступление беременности? На этот вопрос нам может помочь ответить вот эта табличка – количество нормальных эмбрионов в зависимости от возраста женщины. Что значит нормальных? То есть эуплоидных, генетически здоровых эмбрионов, содержащих нормальный набор хромосом. И здесь вы можете видеть, что если до 35 лет процент получения здорового эмбриона около 60, дальше этот процент снижается. И уже после 40 лет это максимум 20%, а если старше 42, то 17%. Именно поэтому возраст является таким важным прогностическим фактором. Теперь давайте перейдем к самым часто задаваемым пациентам доктору вопросам, которые волнуют их в программе донорства яйцеклеток. Например, зачем делать генетический анализ эмбрионов при использовании донорских ацитов, ведь эмбрион получен из яйцеклеток молодой здоровой женщины. На этот вопрос нам может помочь ответить статистика. Вы видите данные лаборатории Купердженомикс, которая обладает очень большим опытом в диагностике доимпланционного тестирования эмбрионов. И вот эти столбики вы видите. Красный – это эуплоидные, то есть эмбрионы с нормальным набором хромосом. И синенькие – это аномальные эмбрионы. И здесь также таится ответ и на предыдущий вопрос, про который я рассказывала, возраст женщины. То есть вы видите, что старше 42 лет всего лишь 15% получается эуплоидных эмбрионов. Но в данном случае нас интересует первый столбик, в котором показано, что у доноров яйцеклеток 54% получают бластоцист эуплоидных. Что это значит на практике? Вы получили 4-6 эмбрионов при использовании программы ЭКО с донорскими яйцеклетками. И только 2-3 эмбриона получаются здоровых, то есть тех, которые способны дать здорового ребенка вам, которые могут закончиться живорождением. И, соответственно, когда у вас есть 2-4-5 замороженных эмбрионов, и вам нужно провести кривый протокол, перенос одного эмбриона, то выбор эуплоидного эмбриона позволяет оптимизировать этот процесс. Потому что если, как я сказала, мы получили 4-6 эмбрионов, из них здоровых только 2-3, то если постоянно будет переноситься эмбрион, который не способен прикрепиться, все время будет отрицательный результат. И что вы с доктором будете делать? Вы будете думать, что дело не в эмбрионах, а в пациенте. И, соответственно, это приводит к ненужному, бессмысленному дополнительному обследованию, иногда даже инвазивному. И в соответствии с этим генетическое тестирование в программах с донорскими ацитами зачем делать? Для того, чтобы выбрать максимально перспективный эмбрион, избежать лишних переносов эмбрионов и повысить таким образом шансы на наступление беременности при переносе одного эмбриона. Следующий вопрос, который часто звучит от пациентов, что же делать, если при переносе эмбриона беременность не наступает? Здесь важно, сколько раз не наступила беременность, потому что мы все понимаем, что все-таки один раз это не очень показательно. И кроме самого эмбриона у нас есть факторы, которые влияют на положительный результат. Безусловно, основная заслуга в наступлении беременности 80% это эмбрион. Важно, чтобы он был хороший и способный стать впоследствии ребенком. Однако матка, внутриматочная патология, особенности, какие-то изменения все-таки 20% вносят свою лепту. Поэтому если у пациентов есть две отрицательные попытки переноса эуплоидного, то есть здорового эмбриона полученного с использованием донорских хооцитов, то, как правило, я рекомендую у пациентки более углубленное обследование. Частый вопрос. Какие же яйцеклетки лучше использовать? Свежие или замороженные? На этот вопрос нам может помочь ответить статистика. Вы видите данные более 30 тысяч циклов США регистра. То есть это данные за три года, с 2013 по 2015 год. Здесь вы можете видеть, что при использовании криоконсервированных донорских яйцеклеток частота живорождения высокая, 39,7%. То есть это очень хороший результат. Это весьма информативная, результативная программа. Однако при использовании свежих донорских яйцеклеток этот процент живорождения получается больше 50. И эти различия статистически достоверны. То есть таким образом мы можем сказать, что использование свежих и криоконсервированных яйцеклеток это эффективная программа. Однако если есть возможность использовать свежие или криоконсервированные, я своим пациентам рекомендую останавливаться на свежих аоцитах. Следующий вопрос. Что делать, если в программе с донорскими яйцеклетками получаются эмбрионы низкого качества? Здесь тоже нужно учитывать, сколько раз получились эти эмбрионы плохого качества. Потому что все-таки однократный протокол однократного культивирования не очень показательный. Здесь могут повлиять качество ацитов, качество спермы в день сдачи, еще какие-то факторы. Поэтому, как правило, все-таки, если неоднократно делаются попытки с донорскими яйцеклетками и получаются эмбрионы низкого качества, то это повод для дополнительного обследования супруга, в частности, консультация уролога-андролога и консультация врача-генетика. Таким образом, какой можно сделать вывод в результате сегодняшнего нашего семинара и прямого эфира? ЭКО с донорскими ацитами – это высокоэффективный метод ВРТ. Частота родов в программе более 50% на перенос. Эффективным является использование как свежих, так и замороженных ацитов. Однако при использовании свежих ацитов частота родов достоверно выше. И проведение генетического анализа эмбрионов позволяет оптимизировать процесс и избежать лишних переносов. Большое спасибо вам всем за внимание. Сейчас я жду ваших вопросов. Давайте обсудим, что вам осталось непонятно. Пока вы пишете свои вопросы, я хочу сказать, что скоро у нас будет прямой эфир с нашим заведующим эмбриологической лабораторией Мариной Павловой, которая сможет ответить на все ваши вопросы, касаемые эмбриологического этапа культивирования эмбрионов и все, что с этим связано. Продолжение следует... Продолжение следует... Поступил вопрос, как долго могут храниться криоконсервированные эмбрионы и ациты. Вообще, что касается эмбрионов, то, например, уже в Америке сначала родился ребенок, спустя 25 лет после того, как пролежал эмбрион криоконсервированный, а потом и в Европе родился ребенок из эмбриона, который хранился в банке донорских эмбрионов в течение 25 лет, что наглядно демонстрирует о том, что срок хранения может быть достаточно длительный. Поэтому в этом отношении можно спокойно хранить свой биологический материал и не беспокоиться, что с ним что-то плохое случится, потому что, как известно, самый большой стресс — это именно заморозка и разморозка, а хранение, может быть, сколько хочешь по времени. Поступил вопрос, только я не слышу. Можно погромче? А в чем вопрос? Это вопрос достаточно сложный, потому что все-таки, когда вы проводите генетический анализ эмбрионов, это как раз позволяет в большинстве случаев избежать замершей беременности, неразвивающейся беременности, потому что есть такие хромосомы, при которых в принципе уже априори будет замершая беременность, то есть не будет развиваться эмбрион больше, чем какой-то срок. Здесь мы как раз вспоминаем те 20%, которые я говорила про саму матку, про женский организм. То есть когда переносят проверенный эмбрион и получается неразвивающаяся беременность, это, на мой взгляд, повод для того, чтобы провести какое-то дополнительное обследование. Поступил вопрос, может ли после переноса случиться внематочная беременность. Внематочная беременность – это одно из осложнений программы ЭКО. Оно встречается, к счастью, довольно-таки редко, но встречается. Почему эмбрионы, которые переносят в матку, оказываются в маточной трубе или в брюшной полости, или на яичнике, никто не знает. Однако такие ситуации встречаются, хоть и очень редко. Поступил вопрос, какое количество яйцеклеток минимальное необходимо для получения беременности. Это вопрос сложный, потому что здесь в большей степени, наверное, можно говорить о том, какое количество яйцеклеток мы можем предложить для того, чтобы получился хотя бы один здоровый эмбрион. Наверное, так нужно это формулировать, потому что, как я уже сказала, наступление беременности зависит не только от эмбриона. Минимальное, на мой взгляд, количество – это 6. Но теоретически, чем больше яйцеклеток оплодотворяется, тем больше вероятность получения хороших эмбрионов. Однако бывает, что из 6 клеток получается 5-6 бластоцистов. Такое тоже бывает. И бывает, что из 12 яйцеклеток получается 1. Но минимум, на мой взгляд, это 6. Сейчас, пожалуйста, кто еще не задал свой вопрос, пожалуйста, его задайте. Если вопросов больше не поступит, тогда мы уже через пару минут будем завершать наш прямой эфир. Заранее хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы сегодня к нам присоединились. Ждем вас у себя и хотим, чтобы наше сотрудничество с вами, чтобы наши прямые эфиры были для вас интересны. Поэтому все ваши пожелания, что вы хотите услышать, увидеть, пожалуйста, пишите нам в наш чат. Они обязательно будут все услышаны и приняты к сведению. Также вы можете задать любой вопрос либо на нашем сайте, либо на любом нашем ресурсе в социальных сетях. Будем рады вас слышать и видеть вновь. Поступил вопрос, через какое время можно вступать в протокол после неудачного ЭКО. Здесь все зависит от того, какой у вас был протокол. Если это был свежий протокол и вы хотите опять свежий протокол начать, то все зависит от того, какое состояние ваших яичников. Обычно 2-3 месяца рекомендуется пропускать между стимуляциями. Если у вас был свежий протокол и вы планируете крио, то в принципе его можно делать через цикл или даже в следующем цикле, если опять же в яичниках будет все в порядке. А если речь идет о нескольких крио-протоколах, то их можно делать подряд, потому что это не оказывает абсолютно никакого влияния на организм. Поступил вопрос, насколько вторая попытка ЭКО более эффективна, чем первая. Такой прямой зависимости нет. То есть нет зависимости, что чем больше попыток ЭКО вы делаете, тем больше ваши шансы на наступление беременности. Скорее тут обратная зависимость. Но в принципе каждый перенос, каждый протокол нужно рассматривать с одной стороны по отдельности, а с другой стороны оценивать, когда уже есть какой-то опыт. И поэтому, когда пациент спрашивает, какие у меня шансы, ведь мы в своей специальности всегда говорим только шансы, мы можем взвесить все факторы, которые влияют на частоту наступления беременности, именно у этой конкретной пары и сказать что-то общее, касаемое с одной стороны общее, а с другой стороны касаемое именно их. Поэтому нельзя сказать, что во втором, при второй попытке ЭКО ваши шансы будут выше, чем при первой. Это не так. Поступил вопрос, может ли помочь психолога, как я отношусь к психологам в программе ЭКО. Я отношусь очень хорошо к психологам в принципе и к программе ЭКО в особенности, потому что уже само по себе бесплодие – это страдания для человека. И пациенты, у которых нет детей, находятся в постоянном стрессе в принципе. А если говорить о программе ЭКО, этот стресс возрастает в сто раз. Особенно он, на мой взгляд, выражен у тех пациентов, которые еще ни разу не делали ЭКО, потому что здесь к стрессу примешивается еще страх неизвестности. И в этом плане психолог, когда вы идете к нему до программы ЭКО, он в первую очередь вам объясняет, что вы будете чувствовать. И когда вы понимаете, что вы будете чувствовать и что вас ждет, то все, программа проходит намного проще. И что, естественно, уже говорить о том, что если не получилось, и как люди страдают, некоторые вообще потом 2-3 года даже не делают ЭКО, именно потому что так сильно переживают. А время идет. И в этом смысле я считаю, что помощь психолога, она очень важна. В принципе, я считаю, что всем моим пациентам, всем пациентам, которые делают ЭКО, можно и нужно сходить к психологу. Тут еще поступил вопрос, какая тема моего выступления. Тема моего выступления – программа ЭКО с донорскими яйцеклетками и наиболее часто задаваемые вопросы. В принципе, вы можете задать вопрос не только по этой теме, если что-то у вас есть актуальное. Отвечу с удовольствием на любые вопросы ваши. Поступил вопрос, как стимуляция может повлиять на молочные железы. Ответ следующий. На здоровые молочные железы стимуляция никак не влияет. Однако есть некоторые заболевания молочной железы, при которых противопоказана стимуляция. В частности, например, аденома молочной железы и в большинстве случаев может быть противопоказанием. Поэтому все пациенты, у которых есть какие-то изменения по данным УЗИ или маммографии, перед тем, как делать процедуру ЭКО, должны обязательно получить заключение у маммолога. И, соответственно, доктор-маммолог уже решает, можно ли этой женщине стимулироваться. И тогда он подтверждает таким образом, что стимуляция никак не повлияет на ее функцию. Либо этой женщине нельзя стимулироваться, и тогда он что-то с ней делает и лечит эту пациентку. А потом уже разрешает делать ЭКО. Максимальное количество эмбрионов – это два. Вообще, надо заметить, что весь мир уже давно стремится к переносу только одного эмбриона, потому что это позволяет максимально избежать многоплодной беременности. Чем плоха многоплодная беременность? Человеческий организм не приспособлен для того, чтобы вынашивать больше, чем одного ребенка. Поэтому всех нас в институте всегда учат, что беременность многоплодная – это патологическая беременность. Что это значит на практике? Это на практике означает повышенное количество выкидышей, повышенное количество преждевременных родов, повышенное количество больных детей. В каком плане больных? У которых из-за недоношенности, из-за того, что они очень рано родились, есть очень много проблем и заболеваний. Поэтому любому человеку я посоветую переносить только один эмбрион, потому что здесь еще хочу тоже особо отметить, что, на мой взгляд, два переноса по одному эмбриону суммарно дают больше шансов на наступление беременности, чем один перенос двух эмбрионов. Поступил вопрос, может ли повышенный пролактин привести к неудачным попыткам ЭКО. По многочисленным данным медицинских исследований, повышение уровня пролактина никак не влияет на результат ЭКО, на наступление беременности, однако может повышаться частота невынашивания беременности, то есть частота выкидышей. Поэтому перед тем, как вступать в протокол, конечно, нужно пролактин привести в норму, безусловно. Поступил животрепещущий вопрос, что делать, если не растет эндометрий. Это большая проблема, и ответа точного на этот вопрос не существует, потому что, во-первых, есть разные причины, почему не растет эндометрий, и в большинстве случаев даже никто не знает, почему он не растет. А во-вторых, у нас очень мало инструментов для того, чтобы он вырос. И с одной стороны, это проблема такая общая и распространенная, с другой стороны, это проблема индивидуальная, и решать ее нужно индивидуально. То есть, например, у каких-то пациентов очень плохо эндометрий растет на заместительной гормональной терапии, то есть эстрогены совершенно не помогают росту эндометрий. Но в то же время у этого же пациента в естественном цикле, когда мы ничего не назначаем, эндометрий спокойно дорастает до 6 мм. На мой взгляд, 6 мм в естественном цикле – это прекрасный эндометрий, потому что в естественном цикле иная рецептивность, и даже 6 мм уже хорошо. Поэтому очень много причин существует, и все решаем в индивидуальном порядке. Иногда помогает физиотерапия, иногда эстрогены, иногда естественный цикл. То есть все индивидуально, но если у пациента в прошлом было такое серьезное заболевание, как синехия и полустематки, то есть спайки в матке, то в большинстве случаев здесь мы абсолютно бессильны и ничего не можем сделать, к сожалению. Поступил вопрос, до какого возраста можно делать ЭКО. Как сказал профессор Фишер французский, современные француженки, которым 55, выглядят на 45, а чувствуют себя на 35. Поэтому вопрос, до какого возраста можно делать ЭКО, очень философский. И, наверное, здесь в первую очередь мы должны с вами опираться, во-первых, на здоровье человека, а во-вторых, все-таки на какие-то морально-этические нормы, потому что ребенка его не только родить нужно, но еще и воспитать, и желательно еще женить, и воспитывать внуков. Поэтому, как таковой, возрастной границы не существует. Поэтому, в принципе, каждый человек это для себя сам решает. Поступил вопрос, может ли пациент настоять на переносе двух эмбрионов. Пациент в большинстве случаев может настоять на переносе двух эмбрионов себе. И кроме тех случаев, когда у него есть какие-то действительно серьезные соматические заболевания, то есть заболевания организма, и при этом понятно, что он просто настолько нездоров, что одного ребенка дали согласие специалисты ему вынашивать, а двух детей совершенно нет. В таком случае он не может настоять. И общение между врачом и пациентом – это всегда диалог. Поэтому на самом деле это плохая формулировка – настоять. Что такое настоять? Это значит заставить врача перенести два эмбриона. Но это же не дело. Поэтому я считаю, что нужно все обсуждать и совместно приходить к какому-то консенсусу, чтобы все были согласны, и никто отдельно ни на чем не настаивал, и никого ни о чем не заставлял ничего делать. Поступил вопрос, нужно ли лежать после переноса эмбрионов. После переноса эмбрионов лежать совершенно не нужно, потому что это абсолютно никак не влияет на результат. Когда эмбрионы попадают в полость матки, то они находятся в таком состоянии, чтобы вы могли с чем-то сравнить, как будто бы капелька находится между двумя предметными стеклами. Представьте это физическое явление. То есть для того, чтобы даже разъединить эти стекла, нужно очень большие приложить усилия. И вы можете эти два стекла вращать, перемещать, бросать, и все равно эта капля останется между этими двумя стеклами. То же самое происходит и когда эмбрион попадает в это пространство. Поэтому лежать после переноса совершенно не нужно. Лучше побыстрее пойти домой, и там и стены помогают. Поступил вопрос, до какого срока я веду беременности. И дальше у него интересное продолжение, где заканчивается зона вашей ответственности. Скажем так, в принципе, я своих лично за себя только могу сказать пациентов обычно веду где-то до 8 недель, иногда до 12. После этого я стараюсь их передать акушеру, не потому что, естественно, я хочу снять с себя ответственность, а потому что я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Я не профессионал в ведении поздних сроков беременности. Я не акушер, и если у меня есть специалисты, которые прекрасно это делают, то я просто передаю своих пациентов в хорошие руки. Вот и все. Что? Поступил вопрос, на какой минимальной эндометрии клиника делает перенос. Не знаю, как клиника, на какой эндометрии переносит эмбрион. От себя только могу сказать, что, как я уже ранее говорила, если это естественный цикл, то 6 мм было бы прекрасно. Все-таки, когда это заместительная терапия эстрогенами, то лучше 7 и больше. Однако не надо забывать, что толщина эндометрия это совершенно не единственная его характеристика. И эндометрий может быть те же 6 мм, но он может прекрасно выглядеть, прекрасной структурой быть, и тогда я совершенно спокойно перенесу на 6 мм. То есть нельзя так узко мыслить в миллиметрах. Тем более, если вы ради интереса пойдете к трем специалистам и измерите свою эндометрию, вам, в принципе, все разное количество миллиметров намерят. Поэтому нужно просто доверять своему врачу. И если он говорит, что можно делать перенос, то делать. А если говорить, что нельзя, то не делать. Поступил вопрос, делают ли ПГД эмбрионом качество АС и ВС. Вы знаете, в принципе, я не вижу причин, почему не сделать генетический анализ с эмбрионом, например, качество АС. Я просто представляю себя на месте пациента. У меня есть эмбрионы, у них БС качество. Может быть, оно не очень перспективное, но это эмбрион, который может стать ребенком. И почему бы мне его не проверить, конечно. Я считаю, что надо делать, надо проверять. Поступил вопрос, влияет ли синдром поликистозных яичников на вынашивание беременности. Здесь все зависит от того, есть ли какие-то проявления синдрома поликистозных яичников. Ведь это не болезнь, а синдром. Что такое синдром? То есть это определенный набор признаков, которые могут присутствовать, а могут не присутствовать. И все это огромное многообразие, объединено этим словом синдром поликистозных яичников. Поэтому все зависит от конкретного человека. Например, если это молодая женщина с нормальной массой тела, у которой нет никаких проявлений синдрома поликистозных яичников, за исключением того, что у нее нерегулярный месячный, я не думаю, что это как-то скажется. А если эта женщина 110 кг с повышенным оволосением и полным нарушением гормонального статуса, конечно, у нее скажется. Спасибо вам большое. Мне прочитала наша Настя слова благодарности. Мне очень приятно, что вам было сегодня интересно. Надеюсь, что еще встретимся. Поэтому всего вам самого хорошего. Еще оказывается не всего. Негинекологические? Поступил вопрос, есть ли негинекологические противопоказания для ЭКО. Их полно, но в основном они связаны не совсем с программой ЭКО. Эти противопоказания, которые вы можете сами все посмотреть в приказе 107 Минздрава. Это наш самый главный приказ, по которому мы работаем. Там написано абсолютно все. Здесь важно, что при этих заболеваниях, которые являются противопоказанием к программе ЭКО, запрещено вынашивать беременность. И именно потому, что при этих заболеваниях запрещено вынашивать беременность, ЭКО тоже запрещено делать. Или если речь, например, о злокачественных заболеваниях, при которых вообще запрещена какая-то стимуляция. Однако жизнь тоже не стоит на месте. И сейчас даже те женщины, у которых диагностировали рак или какое-то онкологическое заболевание, им нужно срочно делать операцию. То есть сейчас произошел прорыв. Мы теперь можем помочь этим пациентам. То есть буквально за несколько дней до операции они могут прийти к нам в клинику. Мы, не стимулируя, ничего не делая, просто возьмем яйцеклетки, те, которые мы сможем забрать, и не стимулированных яичников. И, возможно, нам удастся таким образом их заморозить и сохранить репродуктивную функцию этой женщины. То есть это большой прорыв в современной медицине, скажем так. Поступил вопрос, есть ли сложности при переносе эмбриона анатомические, если есть загибшие кематки. Если ответить одним словом, то нет. Сложностей нет. Поступил вопрос насчет плазмофереза. Может ли он повлиять на качество эндометрия? Вы знаете, поскольку я тоже сегодня сказала, что на толщину качества эндометрия очень трудно повлиять. И, в общем-то, особо не существует никаких доказательных методов, которые бы себя оправдали на 100%, то многие врачи стараются найти какие-то альтернативные варианты и, может быть, использовать какие-то вспомогательные вещи типа физиотерапии, санатория и так далее. В этом плане тоже, наверное, сюда можно и плазмоферез причислить к этим вспомогательным методам. Поэтому я надеюсь, что вам он поможет, и у вас все будет хорошо, эндометрия вырастет, и все получится. Спасибо вам большое за ваши добрые слова. Я думаю, что мы на этом уже будем заканчивать. Спасибо.